Всем привет! У нас началась война, и что-то мне захотелось тоже отбить тапочки. Смотрите, какой необычный центр у противника. Фиолетовый и по бокам жёлтенький. Вот, надо выбрать цели. Пойдёмте фиолетовыми на вот этого товарища. Вдруг мы его победим? Если с камнем повезёт, то победим. Так, кто у меня ещё? Ты. Всё, пойдёмте. Посмотрим. Урсена, конечно, мне не нравится, но... Так, давайте подумаем. Надо думать. Здесь нельзя лажать. Я даже не знаю столько возможностей прям. Давайте попробуем здесь камень поймать. Теперь вот здесь. Ой, ну всё складывается, но... Не фиолетовый кристалл, к сожалению. Урсена сейчас ультанёт. Просто на волоске. На волоске. Давайте только мне протеи не убивайте. Давайте Макара убейте. Но ни протеи, ни Рикарда. Во! О! Вообще! Так, давайте убьём её. Далилу. Потому что... Не надо, чтобы она их хилила. Согласна со мной? Конечно, урсену тоже было бы хорошо прихлопнуть. Ну что, в любой непонятной ситуации взорваем всё или нет? Фиолетовых надо. Ой, как надо. Очень сильно надо. И надо быстрее. Поэтому я рискую. Фу. Пока не напрасно. Пока не напрасно я рисковала. Давайте, наверное, заблокируем вот этих товарищей. И попробуем убить из арнии. Убьёт её Сартана. Может ведь не убить. Мы горим. Нам не отхилиться. Но у нас ещё есть Абакан. На всякий случай. Так, ну отхилиться мы явно не успеем, да. Но у нас останутся два живых персонажа, в принципе. То есть нам надо сейчас найти камушек вот здесь, под ними. Может быть даже Джун умрёт сейчас. Да, умер. Давайте нам камушек и закончим с этим. О, мы убили его! Ура! Мы убили предводителя. Блин, как классно. Прям вообще. Фу, ну я довольна. Это был тяжёлый бой, но мне понравилось. Так, ну вроде не дали, да, сразу поляну, но разрулили. Разрулили. Пойдёмте теперь, наверное, с жёлтыми сходим, да. С жёлтыми надо кого-то полегче брать. Вот этого, что ли, взять? Товарища, смотрите, он такой совсем слабенький. У нас сегодня, да, война началась сразу с чистки поля. Да, давайте слабенького возьмём. Жёлтыми. Вот. А потом там дальше посмотрим, кого ещё, против кого сходить. Ну почему-то мне кажется, что... Так, кого возьмём, кого возьмём. Давайте возьмём Чао, он тоже быстрый. И у нас получится супербыстрая команда. Вот так вот поменяем. Я думаю, может быть, вот этого вот с этими поменять. Вот так. Всё. Затаив дыхание. Ну здесь, что мне нравится, что по центру Ригард. И, в принципе, мы можем спокойненько-спокойненько искать камушек. Сейчас подраскопаем. Может, даже отхилиться. Я не против. Ой, не успел. Ну, его снесло. Ну вот, удачненько. Удачненько, только мне всё равно сейчас нужен камень. Как-то не крути. Я даже пока не хочу шакала использовать. Сейчас я посмотрю по обстоятельствам. Да. Давайте шакала тогда сюда. Вот. А вот теперь давайте подумаем, как лучше. Наверное, сюда Чао должен он добить. Под шакалом. Да, он добил. И лисю не так страшно, как вот этот товарищ. Потому что если он срежет нам атаку, то нам будет очень-очень больно и плохо. Поэтому давайте его попробуем убить. Даже два джуна не справились вот с этим жирным Санта-Клаусом. Можете себе представить, да? Насколько он жирный. Два шотера его не убили. Всё. Теперь потихонечку вот с этими двумя оставшимися массовиками сейчас разберёмся. Я думаю, что разберёмся. Знаете, пока она нам ману не срезала, повесим на неё бронерезку от шакала. И... И надо искать камень срочно-срочно. Ещё Кадилен сейчас раздуплится. Ну, я думаю, что здесь разрулим в любом случае. Хоть у нас шакала уже и нету, но Лёня, Лёня у меня сам себя хилит. Поэтому я думаю, что с Лёней мы этот бой в любом случае затащим. Вот. Помимо того, он ещё и ману режет, поэтому на него можно положиться в этой команде, в отличие от остальных. Так, давайте подумаем, кого ещё мы можем взять. Ну, смотрите, всех растащили. В принципе, выбор невелик. Либо Альбериха брать, либо брать Рагнара. Я даже не знаю, кто лучше-то, кто хуже. Ну, давайте попробуем, может быть, красными сюда сходить. Они достаточно быстрые. Может быть, не сразу от Тотамона умрут. Или Елену тогда не надо брать, наверное. Или надо. Пусть будет, наверное, Елена, да? Пусть будет, наверное, Елена. Если что, контратакой как-то затащит. Хотя, если учесть, что тут Альберих, значит, и Вивика, это два перса, которых надо быстренько убивать, но они нам не наносят урона. Может быть, нам взять вместо Елены кого-то? Ох, не знаю, не знаю. Ладно, пойдемте так. Ну, мне кажется, тут у нас шансы есть. Шансы есть. Но нужно срочно набирать ману, чтобы добить Альбериха. Просто вот срочным образом его убить. И как он не сдох-то от трех камней? Он же хиленький. Ну, хиленький же. Видите, под эмблемами уже он не умирает. Уже вот 90 не добили. Так, ладно, давайте подумаем. Как бы нам так камушек-то намудрить? Намудрить. Я вот пустила колбасу вот где-то здесь, но, видите, как нет возможности такой. То там он раздуплился. Я не знаю, как зарядиться-то, а. Все надо под контролем держать, потому что мне не надо, чтобы у меня сейчас выжил Альберих, и его Вивика тут же вылечит. Но она мне и тут ОМОНа вылечит. Но Альберих-то страшнее, да. Если после меня кто-то пойдет, лучше Альберих уже будет мертв. Да, да. Я сомневаюсь. Но нужно уметь принимать решения. Так. Вот опять. Вариантов нет больше. Это единственный ход, к сожалению. Я бы его, конечно, не сделала, если бы были другие варианты. Вообще красные не падают. Все не в том месте, где надо. Ой-ой-ой-ой, еще этот Дрейк раздуплился. Давайте вот здесь попробуем поймать камушек. О, смотрите-ка. Ну, хоть так, хоть так. Ну, не все сдохли. Не все пока сдохли. Надо убивать Татамона по-любому. А что, если у нас вдруг Гормек убьет Вивику? Может же быть такое? Может. Давайте попробуем. Хрен, не убил. Ну, у нас тут все. Пусть лечит. Хрен с ней. Пусть лечит. Я сейчас даже все равно через нее буду заряжаться. Так, живите, товарищи, живите. Вот это очень хороший выбор. В зимкифу ударить. Ну, не надо. Опять хилится, но... Можно взорвать желтую морду. Тогда мы подзарядимся. Но подзарядится у меня только зимкифа и Марьяна. Давайте пока оставим. Вдруг здесь тоже выпадет камушек. Ай, не выпал. Все, ну теперь давайте заряжать зимкифу. Давайте заряжать зимкифу, потому что сейчас Дрейк раздуплится. Мне нужно будет снять гадость. Мне нужно будет снять гадость. Так, ну, очевидно, очевидно, нужно запустить камни, наверное, сюда и Марьянку сюда же. Вдруг получится ее убить. Не получилось. Но смотрите, у нее всего 16 осталось. Она точно не подхилится. Да, и она догорит, скорее всего. А вот Дрейка можно зарядить. Пусть он нас стреляет, и мы с зимкой сразу его снимем. Вот, все, отлично. Все идет по плану. Давайте лечиться. И Дрейк нас покидает благополучно. Ну вот, вот. Все, кажется, разрулили. Смотрите-ка. Пять минут осталось. Как я долго мучаю его, да. Все, догорел. Отлично, отлично. Замечательно прям. Фу, ну я прям молодец. Я сегодня довольна собой. Мне главное завтра не облажаться. Но у меня остались самые плохие команды для данной раскладки на войне. Но свои три шотика я сделала довольная. Вот. Вот кто-то пишет, что слишком много хилов в обороне. Это нам на руку. Давайте посмотрим, действительно ли это так. Здесь у нас один хил Далила. Здесь Вивика только. Здесь Ариэль. Ну, здесь вообще нету. Так. Небольшой подхил от Зимкифа и Лёни. Здесь у нас Вивика. Вивика, Вивика, Бабка, Вивика Далила, Вивика. А здесь и Гвин, и Шапка, и... Господи, как его зовут? Скажите мне. Айрон, вот. Да. Здесь нету. Ну, у парочки. У парочки, да, есть, получается, да, много хилов. Я бы даже сказала, что у них не то, что много хилов, а много пассивных героев, которые не наносят атаку, да. Это не обязательно хил. Вот, например, Борил тот же, да, Макака. Да. Есть такое. Это достаточно необычно. И помогает выбирать цели, да. Вот, понятное дело, что вот сюда я бы даже сходила бы. Далила, Вивика. Здесь тоже два пассивных. Ой, это же мы уже поле перевернули, да. Я же уже кого-то била из них. Я кого-то из них била. Я уже даже забыла. А, я вот этого с Татамоном убила. Вот, здесь у нас, в принципе, Анзох и Вивика. Аранвир и Тарлак, пассивные персонажи, два хила. То есть, по сути, у этого вообще только Квинт жарит. Но он медленный, что все равно минус ему. Это вообще не для обороны, не для центра явно персонаж. Видимо, другого не было просто. И Анзох так подъел. Ну, Анзох, кстати, хорош. Для красного центра неплохо. Вот. Вот такие дела. Поэтому, да, тут, в принципе, есть чем работать. И очень приятно работать с такой обороной. Ну, я бы не советовала такое ставить. Оборону. Но, видите, может быть, ребята экспериментируют. В принципе, мы тоже посмотрим, чем это дело кончится. Это Альянс 24 на 7. Вот. Привет, если кто-то меня вдруг смотрит из этого Альянса. Все, давайте тогда до завтра. Мы достаточно хорошо так вырвались вперед. И у нас осталось 21 тапок. И у противника 50 тапков. Не знаю, получится ли у них нас обогнать. Но в любом случае нам с вами нужно отстреляться. И я вот думаю, моей недокомандой взять вот этого снова чувачка. И на нем, собственно, набить недокоманду. Это у меня будет фиолетовая команда. Сейчас наберем. Я думаю, что должно прокатить. Должно. Сейчас посмотрим, кого еще мы можем взять. Тибуртус там у меня был. Так, Тибуртус и Сабина. Ну, в общем-то, надежда, да, на камень. На камень надежда. Так. В принципе, в принципе, в принципе, все. Пойдемте попробуем убить. Я думаю, что должны мы справиться с этим. Хотелось бы подтянуть камушки как-то покосивше. Как бы это сделать-то? Не получится, наверное. Давайте прям запольнем тогда напрямую. О, отлично. Все, минус один. Уже легче. Уже легче, я вам скажу. Давайте попробуем набрать. Я думаю, я не буду пока переворачивать поле, потому что код у меня всех героев поменяет местами. Мне это пока не очень выгодно. Сейчас я кого-нибудь сначала убью, а потом все перемешаю. Смогу ли я убить Деда Мороза? То, что его убивать надо стопроцентно, это точно. Потому что надо. Но я не уверена, что у меня с этим справятся Тибуртус и Домиция. Плюс под ним нет камней. Может быть, стоит взять цель полегче. Например, у кого у нас тут жизни мало. Так, 1200, 1300, 1000. Давайте попробуем, может быть, Кадель тогда убить. А вдруг получится? Давайте. Потому что если она ультанет, она, в принципе, как раз попадет по Киприоту. Все, а вот теперь давайте всех перемешаем, потому что яд кота, он будет так их трепать. И, в принципе, даже Ригард не сможет снять это все дело. А с Абинкой мы потом снимем все бафы, которые повесит Каделин. Поэтому давайте ее зарядим. Она сейчас об нас убьется. И мы тут же похилимся, тут же снимем все ее бафы. Все, она умирает. Чудесно. Все, снимаем защитку. О, вот это нам очень повезло. Ну, кота пока использовать, очевидно, нет смысла. Давайте будем пробовать. Давайте, может, Ригарда, раз под ним так камушки удобно стоят. Может быть, Домиция шлепнет его. Не дошлепнула. Но у него чуть-чуть осталось. Яд ему наносит 80 единиц. То есть сейчас главное его не заряжать. И все будет отлично. Отлично. Давайте вот так запустим. И, 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 и. Камушки взорваем. Все, Деда Мороза мы немножечко подранили. Теперь, теперь, теперь. Ну, в принципе, Дед Мороз у нас сейчас убьется киприота. Но дело-то в том, что он не срежет атаку. Чего не очень хорошо. Но, с другой стороны, тут уже не выиграть. Мне кажется, невозможно не выиграть. Давайте его подзарядим. А чего нет? Все равно камень искать надо. Все. Давайте отхилимся, чтобы он нас не очень сильно прям побил. И он сейчас должен убиться. И я надеюсь, что убьется и Джун. Давай, Дедушка. Все, Дедушки нет. Сабинку мне кокнули. Ну, вот под Джуном камушки. Тут уже его ничто не спасет. Отлично. Отлично. Минус один. Теперь посмотрим, что у меня осталось за командой. У меня остались синие и зеленые. Пойдемте выбирать цель. Я думаю, что не надо выпендриваться и лезть там на Каги Бурада. Абсолютно в этом нет надобности. Мы можем пойти вот сюда. Здесь медленный центр. Мы можем пойти... Ну, и помимо, что здесь медленный центр, они еще тут... Вот я вчера говорила про то, что пассивные герои. Только единственное, что надо выбрать, кем идти. Собственно. Зеленые. Зеленые у нас смогут снимать их бафы. В принципе, синие у меня тоже смогут снимать их бафы. Синие вроде у меня быстрее, чем... Ой, зеленые быстрее, чем синие. Поэтому давайте брать тогда тех, что у меня помедленней, на этого персонажа, на квинта. А вот зеленые возьмем на того, кто будет побыстрее. Поехали. Надеюсь, что все сложится. Так. Сейчас кристаллик соберем. Это уже хороший показатель. Квинта нет. Ну, это очень хорошо. Нам, в принципе, в этой команде нам никто навредить практически и не может. Кроме ранвира, да, который, если всех забафает, то нам будет очень больно. Даже стычек просто. Давайте, наверное... Надо хотя бы Соньку подзарядить, иначе они нас растычкуют. Давайте подзарядим таки Соньку. Вот. Видите, как больно бьют? Так. Кого бы нам вынести в первую очередь? Как вы думаете? Давайте, наверное, пробираться к Анзоху и Ранвиру. Вот в ту сторону. Добьем таки Ранвира. И попробуем расчехлить Анзоха. Пока Гира я не вижу смысла особого использовать. Шотеров у нас нет. Против нас нет шотеров. Поэтому пока можно так, наверное, попускать. Плюс нечем хилиться. Нет камней на поле, чтобы использовать, собственно, и Гира по назначению. Вот теперь это сделать будет разумно, потому что у нас сейчас уйдут в героя, и наши похилятся. Ну вот. Ну, а тут уже делай, что хочешь. Тут ты нас уже не пробьешь. Ни Вивика, ни Тарлак не сможет этого сделать. Так что, в общем-то, я считаю, что разрулили. Вот сколько надо копать поле, да, чтобы появился камень нужного цвета. Давай уже Вивика тогда еще раз хилься. Давайте ее подзарядим, дабы она потом мне всех не вылечила. Ой, надо было, наверное... А, ну, в принципе, можно сейчас с Сонькой... А кто это сделал? Я хотела, чтобы из Арния первая ударила. Вот я дурак. Ой, и Соню надо было использовать. Короче, все пошло не по плану, но я думаю, что это не страшно уже теперь. Ну, моя невнимальность когда-нибудь мне аукнется обязательно. Ну, все. Давайте. Помирай. Помирай. Не знаю, Тарлак, кажется, абсолютно бесполезное существо в обороне уж точно. Еще на Титане я понимаю. И то у меня есть Гриша, куда мне ищет Арлак. Ну, в общем... Так. Следующий. Следующий, сказал заведующий. Следующий у нас зеленая команда. давайте будет цель. А может, мы пойдем на этого протокола? Да божечки. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста, что меня подружку разрывает. Так. Ну, либо вот этот Денчик, смотрите, сколько хилов тут. Да. Либо Денчик, либо протокол. Протокол страшнее, да? Кажется. А вот Денчик. А, ну подождите, а Вивика-то нам срежет всю броню, а зелеными мы ничего сделать не сможем. ее надо будет в первую очередь убивать. А если ко мне не будет еще Далила своих миньонов повесит, тогда мы вообще вряд ли кого-то убьем. А-а-а! Что делать-то? Кого выбирать? Кого выбирать? Все-таки на протокол идти? Тут хотя бы заряжаться можно будет через Айрона. Ну, давайте этого. Хрен с ней, с Гвиней. Гвиня не по центру не так страшна, мне кажется, как могла бы быть. Поменяем отрядики. вот таким вот образом. Ну, все, пойдемте, пойдемте. Долго я сегодня прям прицеливаюсь. Я хотела заряжаться через Айрона. Все, давайте не отступать от задуманного. Ну, грех вот здесь не запулить-то. Ну, ну, как же можно? Он сейчас начнет хилиться. Так, как бы мне подтянуть камушки-то еще? Давайте, может быть, здесь. придется желтые взорвать. Что страшнее, Гвиня или Мусаша? Не знаю. Блин, и этот не зарядился, Мелиндор. Ну, чего, я думаю, что Гвиню надо сносить. Гвиню надо сносить, и я думаю, что у нас должно это получиться. Теоретически. Ты посмотрите, какая она жирная, она не снеслась. Она мне сейчас все срежет. Ай, ай-яй-яй-яй-яй. Так, давайте срочно, срочно заряжаться. Фу, Мелиндор выжил. Так, давайте гасить айрона. Давайте гасить айрона, чтобы очистить немножечко место нам для поиска камней. Все, и в эту запулем, раз она уже заряжена, уже не страшно. Блин, этот яд, он очень противный. Ой-ой-ой, я боюсь здесь проиграть. Так было хорошо с камушками, видели? Что я аж растерялась. Ай, не хочу я тут проигрывать, товарищи, не хочу, не хочу. Вот если бы Гвини не срезала мне ману, она выжила. Прикиньте, вот почему надо качать все в оборону. Ой, ну я имею ввиду эмблемы. Выпадет мне здесь зелененький. Выпал. Хорошо. Вот как мне сделать так, чтобы вот этот леди не пальнула снова своим ядом? взрывать что ли все? Или попробовать ай, камень, не туда, все, не туда. Короче. Мне нужны камни. О, смотрите, камни под леди лок. Но они ведь ее не убьют. Да. Как печально-то. Ой, смотрите, живет бедняжечка моя. Вот как важно качать все в жир, все в жир. На последнем издыхании у меня сейчас ударит. Вот так вот. Ой, печально, конечно, печально, потому что могло бы быть шесть шотов. И они могли быть. Я поторопилась где-то, не додумала. Ну, в общем, все как обычно. 18 тапков осталось. У этих 46. Отбивают потихонечку товарищи. тут тоже. Давайте посмотрим хоть что там. Я на первом месте. Обалдеть. Неужели? Неужели? Слушайте, прям интересно. Интересно, как закончится эта война. Все, давайте до конца войны. Мне жутко интересно, как же закончилась наша война. Давайте посмотрим. мы выиграли. Посмотрите, какой маленький отрыв. Буквально какие-то сколько? 35 очков. как же круто, что мы выиграли. Потому что мы отставали по тапкам, мы проигрывали. Но каким-то образом нам удалось выиграть, хотя они отбили все тапочки, ну и мы естественно тоже. Да, вот ребята у нас очень хорошо отбили последние. Хотя у нас оставались слабенькие тапки, но вот у них, как вы видите, тоже не особо заходили тапки, а даже на мне вон слились разок. Ну в общем круто, круто. Все, давайте, до встречи.